Аарон Прайер – один из величайших чемпионов в истории первого полусреднего веса. Его карьера развивалась стремительно. По разным причинам мир бокса не увидел много интересных боев с его участием. Его путь был триумфальным, но коротким. Он познал ужасы детства, пережил славу, признание и звездную болезнь. Был богатый и знаменитый, боролся с наркотической зависимостью и травмами. В конце концов, ястреб обрел покой. Он нашел его в родном городе Цинценате, рядом с местным залом бокса и церковью, где когда-то и начался его полет. Полет ястреба. Он родился 20 октября 1955 года на окраине Цинценате, штата Гайо. Детство мальчика прошло в ужасных условиях. Он не знал своего отца. Прайер-старший погиб незадолго до рождения сына. Аарон был одним из девяти детей в семье. Его мама злоупотребляла алкоголем. Дети были предоставлены сами себе, не считая голод. Старший брат будущего чемпиона оказался за решеткой. Ему удалось сбежать, но правосудие настигло юношу. Полицейские избили его до полусмерти. Брат потерял рассудок и до конца своих дней пребывал в психушке. Все это происходило на глазах маленького прайера. В детстве он несколько раз подвергался сексуальному насилию. С ранних лет мальчик был вынужден выживать. Он работал грузчиком в продуктовом магазине. За рабочую смену он получал 30 центов и возможность взять домой просроченные продукты. Аарон кочевал с одной работы на другую. В 14-летнем возрасте он устроился разносчиком пиццы. Хозяин заведения, молодой предприниматель и начинающий боксерский менеджер, Бадди Лароза, заинтересовался судьбой молодого работника. Бадди понравилась исполнительность и ответственность прайера. Он отвел пацана в местный зал бокса, где начался знаменитый путь Аарона в мире кулачного искусства. Лароза не прогадал. Прайер вырос в ужасной атмосфере страха и насилия. Бок же дал ему возможность выплеснуть свои эмоции в ринге. Это был его спорт. Результаты не заставились, а долго ждать. После пяти месяцев усиленных тренировок Аарон выиграл юношеский турнир штата Огайо в полулегком весе. Бадди всячески поощрял успехи своего подопечного. Он снял мальчику отдельную квартиру, позволил уйти с работы и платил ему 125 долларов в неделю. Фокусировка на одной цели, не отвлекаясь на другие дела, способна привести человека к колоссальным результатам. Прайер полностью отдавался тренировкам. Вскоре о юном бойце узнала вся Америка. В 73-м году 17-летний Аарон победил на национальном чемпионате среди взрослых бойцов. В 74-м году он стал вторым, а в 75-м вновь поднялся на верхнюю ступень пьедестала и выиграл серебряную награду на панамериканских играх в Мехико. В 70-х годах панамерикана котировалась как турнир, не уступающий по своей значимости чемпионату Европы и мира. Призеры игр получали возможность принимать участие на Олимпиаде. Прайер стал первым номером США в легком весе. Конкуренция сборной была на высочайшем уровне. В 76-м году Аарон третий раз победил на национальном чемпионате и выиграл престижный турнир «Золотые перчатки». В финале соревнований он удалил молодого Томаса Хернса, которому суждено было стать чемпионом мира в пяти весовых категориях и стать легендой мирового бокса. Финальным этапом перед Олимпийскими играми в Монреале стал отборочный турнир за два месяца до старта главного спортивного события 4-х летия. Прайер дважды уступил Говарду Дэвису и был заявлен на игры лишь в качестве запасного участника. Дэвис стал олимпийским чемпионом и получил кубок Вэлла Баркера как самый техничный боксер турнира. Бадди Ла Роза предложил Прайеру начать карьеру в профессиональном боксе. Менеджер пообещал парню большие гонорары и славу. А Рон согласился. В сборной США он познакомился с известным тренером Карлосом Льюисом, более известного под псевдонимом Панама Льюис. Льюис был восхищен скоростными качествами молодого бойца. Прайер, подобно хищной птице, налетал на свою добычу в ринге и поражал ее точными ударами. Панама дал ему прозвище Ястреб. Под руководством известного наставника и при поддержке Ла Розы уроженец Сенценати вошел в мир профессионального бокса. В ринге сильными сторонами Прайера стали нескончаемый напор с яростными сериями, длинные атаки под разными углами, а также превосходная физическая готовность. Уроженец Сенценати был энергичен и неудержим не только в боях, но и на тренировках. Порой он проводил до 35 раундов спаррингов в день. Вы могли ударить Аарона бейсбольной битой, он бы глазом не моргнул. Однажды его повели к донтисту, пришлось удалять один зуб. И врач показал его тренеру снимок челюсти. Ее структура была невероятной, похожая на грузовик. Чем более жестким был соперник, чем сильнее Аарон хотел его остановить. Под давлением он становился только сильнее. И порой доходил до такого животного состояния, что пускал слюни. Иногда можно было увидеть, как они капают с его капы. В 1979 году Ястреб нокаутировал Нормана Гоинса, который побеждал и отправлял его на конвас в любителях. А затем забил до отмашки экшемпиона Альфонса Фрейзера. Аарон Прайер нарабатывал угрозную репутацию. И зачастую команда его оппонентов предпочитали выбрасывать полотенца, пока их спортсмен не будет основательно избит. Восхищенные американские журналисты выпустили статью под названием «Полет Ястреба». Это стало началом его триумфального, но очень короткого пути. В 1977 году Аарон Прайер выиграл до срочно 26 боев подряд. Это будет одна из самых длинных серий побед нокаутом в истории бокса. Победив Леонидеса, Сприлу Ястреб заработал титульный шанс в легком весе. Прайер был уверенно calm в первую репутацию, respecting его силу и ланки оппонентов, пока Прайер tasted его. Leonardo said he was going to bide his time and come in with heavy punches and that was a heavy right hand Aaron's work rate was psychotic he's content to let Aaron just punch you and we are in the final seconds of this first round I don't like a fighter that smiles when he's hurt Aaron is really getting hit by those right hands Pryor does look a bit on the wheelie side and we're in round 6 with about a minute left direct punches by Pryor great combination throw Esprit back into the ropes now it's a different story that right hand did not land throw by Esprit a relentless attack by Pryor the barrage had finally put Leonidas out of action straight right hand left hooks here it's academics because he is completely out he's easily right now and they do all over they don't stop the fight they're coming it is not over it appeared the referee Jerry Morales was about to call it it is not over it is not over and Pryor looks to put his three away Jeno Govin says it's over now it's over now it's over now it's over now it's over it's over it's over it's over it's over it's over категорию и подписывает контракт на титульный бой с легендарным Антонио Сервантесом. Если в активе Прайера означало всего 25 боев, то у чемпиона было их в три раза больше, и из них только 20 титульных. Сервантес являл собой грозного и расчетливого панчера, о чем и напомнил в первом раунде, отправив претендента в нокдаун ударом справа. Впрочем, Прайер не был сильно потрясен и ринулся в бой, действуя еще более свирепо. Поединок изобиловал разменами, но завершился уже в четвертом отрезке, когда Сервантес оказался у канатов, чего с Прайером делать категорически не следовало. В 24 года Рон стал чемпионом мира в суперлегком весе. За этот бой он заработал скромные 50 тысяч долларов. Победа сделала Прайера суперзвездой мирового бокса. Известные промоутеры стремились заключать контракт с новым чемпионом мира. Ла Розе предпочел сотрудничать с Доном Кингом. В 80-х годах знаменитый Дон Кинг был не всесилен. Он лишь набирал популярность, пробиваясь к вершинам сложной иерархии промоутерского бизнеса. В декабре 80-го на волне успеха Прайера, Кинг планировал организовать супербой против чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Рея Леонарда. Дон согласовал условия с Бобом Арумом, промоутером Леонарда. Однако трудности возникли с запросами самого Прайера. Бадди Ла Роза отклонил предложение в размере 500 тысяч долларов. Гонорар был увеличен до 750 тысяч, что также не привело к положительному ответу со стороны команды Ястреба. Поединок не состоялся. 7 февраля 81-го был назначен объединительный бой между Аароном Прайером и обладателем титула WBC в первом полусреднем весе Солом Мамбе. На сей раз бой сорвался по вине промоутера Сола. Он был обвинен в мошенничестве и приговорен к тюремному заключению. А Бадди и Аарон лишились одного миллиона гарантированного им гонорара. В апреле 81-го Ястребу поступило предложение провести поединок с Робертой Дюраном в Мэддисон-сквер-гарден. Однако новый адвокат Прайера попросил его ничего не подписывать, пока он не составит свежий контракт на сотрудничество с менеджером. Бумажные дела шли медленно и шанс драться с Роберто был потерян. В 82-м году Аарон Прайер все-таки согласился драться с Шугаром Реем Леонарда за 750 тысяч долларов. Но Леонарду сначала пришло защищать титул в полусреднем весе против Роджера Стаффорда. А Сколь Рей вовсе зашел карьеру из-за ослоения сетчатки глаза. Мир так и не увидел их многообещающего боя, однако доподлинно известны случаи спаррингов между Прайером и Леонардом. Мы несколько раз спарринговали и никогда не думали, что встретимся в реальном бою за разницу в весе. На спаррингах время от времени я побеждал его, а иногда он меня побеждал. Не знаю, почему бой так и не состоялся. Для меня было бы честью сжиться с Аароном Прайером. Увидев его впервые, я подумал, что он псих. У него был менталитет, камикадзе и огромное мужество. А дрался он очень уверенно. Организовать большие бои не удалось. Этот факт привел к конфликту Прайера и Дона Кинга. Аарон вырос в бедности и нищете. Он стал известен и богат благодаря своим навыкам. Деньги изменили его личность и характер. Ястреблял в себя вызывающий, оскорблял соперников, волил Бадилла Розу. Человек, который сделал из него боксера, регулярно попадал в ДТП и, что самое страшное, пристрастился к наркотикам. Дон Кинг закрывал глаза на шалости своего подопечного. Однако, напряжение все росло и росло. Работать с Аароном становилось-то сложнее. Он ставил условия и не терпел возражений. Финальной точкой в окончании сотрудничества стала третья защита титула WBA. Соперник – молодой и непобежденный боксер. Дуджуан Джонсон. Аарон хотел видеть в ринге другого визаве. Кинг настоял на кандидатуре Джонсона. В первом раунде претендент отправил чемпиона на Настил. Прайор поднялся и избил соперника. В седьмом раунде рефери остановил поединок. Прайор одержал победу и публично обвинил Дона Кинга в стремлении лишить его титула чемпиона. Прайор сказал, «Я хорошо», он говорит, «Я хорошо». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В ноябре 1982 года Ястреб заполучил шанс встретиться с никарагуанской легендой – Алексисом Аргуэльо. Ставки были неимоверно высоки. Аргуэльо считался фаворитом 12 к 5. И несмотря на богатую карьеру за плечами, еще только метил в когорты мировых звезд бокса. Настоящее признание популярной США ему сулила победа над прайером. Также возможный триумф означал, что Алексис станет первым в истории чемпионом в четырех весовых категориях. Между бойцами, однако, не было вражды. Они относились друг к другу со сдержанным уважением. Свидетелями этого события в Майами стали 24 тысячи человек. А генералы каждого из боксеров составили не менее полтора миллионов долларов. Аргуэльо пытался передавить и оттеснить Арона. Но за счет отличного баланса уклонов и наруков тут был недосягаем. Хотя постоянно находился рядом. Несмотря на мужество и упорство Никарагуанца, американский ястреб оказался слишком силен. Прайер одержал досрочную победу в четырнадцатом раунде. Я всегда говорил, что если умру, то умру в ринге. Ведь я это люблю и я это умею. И Аргуэль я мыслил схожим образом. Чем дольше длился наш бой, тем тяжелее он становился. Я был шокирован, потому что мы тратили огромное количество энергии. Это были четырнадцать раундов очень тяжелого боя. Аргуэль с sheer интенсититой был достаточно, чтобы облегчить и облегчить большинство. В первую очередь, потому что они начали очень быстро. И начали первую очередь. Я видел это несколько раз, когда в вашей борьбе с Томми Херн. Но это редко, что это живет на пресс-клиппинге. Так что, это не было, хотя это не было. Аргуэль пытался оттеснить и эффективно. В раздевалке Аргуэль несколько минут пробывал без сознания. У него диагностировались сотрясения мозга. Ну а зенит карьеры Прайера омрачила спорная ситуация, возникшая в его углу перед четырнадцатым раундом. В перерыве между тринадцатым и четырнадцатым раундом тренер ястреба, Панамо Льюис, использовал антигистаминный препарат и раствор аммиака. Оба вещества были официально запрещены. Прайер отказался сдавать анализы после поединка, сославшись на плохое самочувствие. До начала боя человек с пистолетом ворвался в раздевалку у Алексиса. Охране с огромным трудом удалось уладить конфликт. Было проведено тщательное расследование, в котором выяснилось, что человека нанял Панамо Льюис, чтобы деморализовать бойца и сбить его настрой перед боем. Льюис был лишен тренерской лицензии. Скандальные события подогревали интерес к реваншу. Арум не заставил публику долго ждать. Бойцы провели по одному промежуточному бою и 9 сентября 83 года вновь скрестили перчатки в квадрате ринга. Аргуэль вновь продемонстрировал большое мужество и дрался яростно. Но ничего с подвижным, бьющим и неуловимым ястребом поделать не смог. Парайер трижды отправил его на канвас. И на третий раз Аргуэль предпочитал не подниматься. Ко второму поинку ястреб готовился под руководством Эммануэля Стюарда. А после боя объявил о завершении спортивной карьеры. Аарон объявил о своем уходе, заявив, что не видит достойных соперников. Но серьезный вызов подстерегал его там, где его не ждали. Нарастал кокаиново-крековый бум, который повел черту под карьерами многих спортсменов 80-х. Экс-чемпион жил в Майами и с головой уходил в кутежи. Зависимость подразумевала щедрость и благодарность дилерам и поставщикам. И хотя только за реванс от Гуэля Прайер заработал более 2 миллионов долларов, его деньги стремительно таяли. После того, как свою половину забрал мой менеджер, половину нужно было отдать правительству. Потом свою половину получила моя жена. И когда все получили по собственной доле, у меня осталось половина от ничего. Не прошло и года, как Аарону пришлось вернуться. В 84-м году он вернулся на ринг. Однако WBA лишила Ястреба титула чемпиона из-за отказа провести обязательную защиту. Молодая организация IBF нуждалась в известных именах. Аарон стал новым чемпионом без боя. Он провел два поединка в статусе чемпиона по версии IBF и завершил карьеру. Злой Рок преследовал знаменитого бойца. Сорвался очередной бой с известным соперником Рэем Манчини. Аарон покинул ринг в мае 85-го. Великий чемпион оказался не готов к жизни вне бокса. Ястреб стал наркоманом. Он не мог жить без дозы. Деньги быстро подошли к концу. Обострелись травмы. Праер дважды делал операцию на левом глазу. 8 августа 87-го года он вернулся на ринг в надежде заработать. Его нокаутировал малоизвестный боксер Бобби Джо Янг. Это поражение стало первым и единственным в его боксерской карьере. Он уже никогда не был прежним стремительным ястребом. Его полет был окончен. Атлетическая комиссия лишила прайера лицензии боксера из-за его проблем со здоровьем. Аарон еще трижды выходил на ринг в различных штатах, где удавалось получить разрешение на бой. В конце 90-го он окончательно завершил карьеру с рекордом 39 побед, 35 нокаутов и одно поражение. Бездомный наркоман скитался по грязным переулкам в Цинценате, просил милостыню и помышлял о самоубийстве. Его левый глаз практически полностью ослеп из-за отслоения сетчатки, которая потребовала оперативного вмешательства. Вдобавок, Праер стал стремительно терять вес. Порой он дрался в переулках с крутыми местными парнями, которые хотели посмотреть, как смогут себя проявить против бывшей легенды. За проституцию и того, что он когда-то считал священным, Аарон получал 100 баксов. Когда-то бокс дал ценность его жизни, теперь Праер определил боксу цену. Однажды этот чемпион оказался на грани, его желудок сгорел, что-то пожирало его изнутри. Яркая, но такая эфемерная жизнь стремительно пронеслась перед глазами. Лежащий на улице он просил кого-то вызвать 911. Это кровоточили язвы желудка, потребовалось хирургическое вмешательство. На реабилитации Аарон встретил Фрэнки, бывшую кокаиновую наркоманку, которая станет его подругой после женой. С 93-го года он завязался наркотиками, обратился к церкви и до самой смерти был чистым. Праер тренировал начинающих боксеров. Одним из его учеников был юный Эдриан Броннер, которому ястреб помогал во время любительской и настройки профессиональной карьеры. Полет ястреба завершился в 2016 году от долгой борьбы с сердечной болезнью. От разных жен у него осталось несколько сыновей, двое из которых стали боксерами. Ястреб – это образ. В обычной жизни Праер был ранимым человеком. Он играл. Играл в ринге и в жизни. Это маска, под которой скрываются страхи его детства. Однажды я видел, как он остановил свое авто, вышел из машины и дал пачку 100-долларовых купюр какому-то бомжу. В пачке было по меньшей мере несколько тысяч долларов. Перед тем, как это сделать, Праер оглядывался вокруг и уберился, что за ним никто не наблюдает. Я находился в офисе напротив, видел эту сцену в окно. В этом поступке был весь настоящий Арон Праер.